С чего бы мне начать-то? Ну, первое, это то, что я сейчас занимаюсь сауной. Женя у меня занимается комнатой по обоям, жидким обоям. Дальше. Просто сейчас вам покажу весь масштаб трагедии, а дальше сами себе сделайте выводы. Это все приобретено на вот этот этаж. Вот. И этот этаж нам нужно сделать уже в ближайшее время. Как мы с моей Женькой решили поступать? У нас, получается, какие-то освобождаются деньги? Ну, зарплата там или какая-то там продажа меда или что-то еще. Мы сразу же берем, покупаем материал. То есть мы уже знаем, что вот какую-то часть мы можем закрыть. Почему я сейчас в таком авральном режиме начал заниматься ремонтом? Просто потому, что мне уже надоело жить вот в этом лофте. Хочется уже уюта. Жить в доме, в котором идет ремонт, знаете, такое себе удовольствие. Я извиняюсь, что я очень долго подвожу, но суть какая сегодня, вы уже это прочитали из названия видоса. Просто сегодня будем заниматься потолками. Возможно, я сейчас ловлю какую-то массу хейта, ну, по поводу того, что я решил все-таки гипсокартонные потолки. Но, парни, я посчитал. Во-первых, по деньгам, кстати, мне многие писали в комментариях, что по деньгам натяжной потолок выходит прям копейки по сравнению с гипсокартонным. Я не согласен. Я начал считать. Сейчас уже половину купил. И у меня сейчас, можно сказать, большая часть приобретена. И вышло 20 тысяч. А если считать самый дешевый материал, самый дешевый материал, без всяких фишечек, которые у меня планируются, то 300 рублей за квадратный метр. 100 квадратов, считайте. 30 тысяч – это прям минимум. Ну, это типа. На самом деле, это все вранье. Как мне сказали ребята-мастера, которые занимаются потолками, ориентируйся на 500 рублей за квадрат. Вот так. А 500 рублей за квадрат – это уже 50 тысяч. Это минималка, опять же. Потому что у меня здесь где-то вентиляционные выходы, где-то у меня еще вторая подсветка. Много чего интересного планируется. Это будет двухуровневый потолок. Я им уже занимался. Делал такой потолок в своей квартире в городе. Поэтому знание есть, как это делать. Но теперь будет не просто второй уровень, а он будет парящий. И он будет с летподсветкой. И он будет сделан интересно. Я не буду закидывать вам сейчас все спойлеры. Вы все походу сами увидите. Я, наверное, уже много чего наговорил. Поэтому сейчас, чтобы вы немножко это все переварили, я просто включу музыку и начну работы. Прежде чем мы начнем все наши вот эти движения дальше, пожалуйста, небольшой комментарий, как уже стало традиционно. Лайк и в путь. Все, поехали. Для тех, кто не в курсе, гипсокартонный потолок – это самое простейшее, что придумало человечество. Для того, чтобы сделать подсистему гипсокартонного потолка, делается обрешетка. Мы сейчас решаем, как мы будем располагать листы. Либо они будут длинной стороной вдоль всего этажа, либо они будут поперек. Если мы решаем вдоль, то у нас, значит, получается, так как он метр двадцать, это значит, 60 сантиметров по осям. Мы выбираем стартовую точку. Например, это вот здесь над холодильником. К примеру, отступаем 60 сантиметров, засечка – это ось. 60 сантиметров засечка – это ось. То есть, это центр планки. Лазер выставляем, делаем сейчас фиксации профилей. Каждые 50 сантиметров будут у меня закладные на потолке. И потом их прикручиваем, эти профиля. То есть, получается, сетка будет 60 на 50 по осям. И потом гипсокартоны в шахматном порядке просто укладываются к потолку. Идем дальше. Крутим, сверлим, прикручиваем. Момент такой. Пластиковые дюбеля для потолка – это неправильно. Вообще неправильно. Потому что, если вдруг температура, сами знаете от чего, потолки начинают падать. Но давайте не будем думать о плохом. Это первое. А второе. Я посмотрел по цене специальные клиния. И каждые выходят 3,50. Короче, цена выходит прям такая бодрая. Ну и вообще все в основном их используют. И о плохом, еще раз говорю, не думаем. Гипсокартон – он все-таки огнеупорный материал. Поэтому все будет хорошо. Так, я сейчас клиния забиваю. Тут арматура пошла, поэтому в разные стороны. И начинаю крутить подсистемку. Мне нужно сегодня весь этаж сделать вот это все. Взял подсистему из самых плотных – это пятерка. 27-е крепежки. Мне их хватает по длине. Все будет отлично. Еще раз хочу обратить внимание на один момент. Смотрите. Расчет монтажа осей дюбелей, осей планки, он формируется из расчета того, как вы будете укладывать листы. Если листы идут длинной стороной туда, то получается мы делаем здесь каждые 60 сантиметров, потому что лист у нас метр двадцать. Если же листы мы располагаем по длинной стороне в ту сторону, то тогда вот здесь между осями у нас 50 сантиметров, потому что лист 2,50. Должно бы все равномерно раскидываться. То есть получается туда вы гоните, туда гоним все шестидесятками, сюда гоним все пятидесятками. Или наоборот. А еще смотрите, сделал такую систему, то есть установил пылесос, сделал из банки вороночку и все это работает прекрасно. То есть минимально сыпется на землю. Потому что когда я в сауне делал, я вам покажу кадры, там просто я был в тумане, дышать было нечем. Пришлось работать в респираторе. Здесь же все прям аккуратно. Две полосы уже сделал, даже ни одной пылинки. Две полосы уже сделал, даже ни одной пыли. Две полосы уже сделал, даже ни одной пыли. Две полосы уже сделал. Я сейчас добью последнюю часть сегодня И завтра буду продолжать остальное Но какой будет потолок, ребята Такой сделать из натяжного Не, можно, конечно, можно Мне проще из гипсокартона Пишите комментарии плохие Что Денис-то сделал глупость Да может я сделал правда глупость, я не знаю Я себе в квартире сделал гипсокартонный Потом приехал к родителям А им сделали натяжной И это небо и земля Но опять же, почему? Тогда у меня не было сильно много знаний Опыта и краска не та была не та Сейчас я буду брать хорошие краски Хорошие шпатлевки И буду самое главное делать все ровненько Аккуратненько, чтобы не прикопаться И я думаю, что в данном случае Гипсокартон ляжет ровненько и гладко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пара моментов Первый это фиксация Фиксирую я вот на клопы Клоп ЛН Называется 3х9, по-моему, что ли 3х9, да Или 3,5х9 Вот Ну, в простонародье клопы Продаются в любом магазине, который окнами торгует Для доборов После того, как я прикрутил направляющие Взял обычные пассатижи И загнул профиль Чтобы он потом гипсокартону не мешал Также выставил лазерный уровень По нему очень удобно Все отстреливать Сейчас что делаем Все направляющие выставлю Сначала продольные кину Потом поперечные Вы увидите Как это будет делаться Сейчас вот этот прогоним Потом то прогоним Начнем листы вешать Для листов Мне нужно будет сделать Сварить Специальную треногу на колесиках Которая будет Как-то автоматически поднимать Листы наверх Сейчас в интернете посмотрю Варианты Что-нибудь изобретем Все Вешаем дальше И так Немножко смеркалось Парни Вот сейчас работаю И у меня кое-какие мысли появились Как я уже говорил Сечение я сделал Повторяться не буду Это все понятно Но Теперь мне нужно сделать Здесь поперечины И я принял решение Что поперечины Я буду делать Не каждые 50 сантиметров Нет в этом такой нужды Я буду делать Их только в больших пролетах То есть в данном случае Вот здесь Если у нас будет подвеска Парящего терминала Такого То он зафиксируется за металл А вот на этих пролетах Здесь он будет сделан Обязательно Для того чтобы Дополнительно держать Над окном Ну и наверное Через метр Буду делать По таким пролетам То есть где вот тяжело Потому что представьте У меня Она будет Нагружать только гипсокартон Поперечины Здесь обязательно нужны И здесь я их установлю Во-первых Для того чтобы держать гордину Во-вторых Говорю еще раз Для того чтобы эти терминалы Парящие Также я сделаю Это здесь обязательно Такие поперечины Там где например Ну вот здесь Их делать нет смысла Хотя тут гордина Поэтому тоже сделаю Принял решение Еще раз говорю Поперечины везде не делать То есть сейчас Когда листы начну фиксировать Я посчитаю То есть лист заканчивается Лист заканчивается Вот в этих местах Буду ставить их Предварительно До того как устанавливаю листы Потом листы прикрутил Дальше пошел Тут шахматный порядок Там меньше Значит соответственно Рублю и устанавливаю Не знаю понятно или нет Но в дальнейшем Вы все поймете Вот Ну и также будут Закладные под люстры Обязательно Там где у меня Светительные приборы Здесь в этой комнате Он будет в центре Люстра Потом будут точные светильники По паряжке И будут два лазерных Светодиода по краям Скоро все увидите Будет интересно Дальше фиксируем Хоть и смеркалось Но я сейчас вот это все Тоже достреляю Эта работа уже Приятная Интересная И хорошая Вот сейчас лазерник поставлю И достреляю оставшаяся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы все поперечины прикрепили, все здорово это выглядит, везде все отлично Должен вам сразу сказать, что это всего лишь первая серия большого видоса про потолок И она не ограничится вот этой прямой частью, и все, дальше будут парящие элементы Вся интересность и все уровни, они уже появятся в следующих сериях Ну сегодня так много поработали, если я сейчас еще сюда засуну тему про уже упаковку гифсокартона, ну это будет прям много Я сейчас прогоню еще вот эти поперечины фиксирующие, это для того, чтобы гордины держались И наша подсистема парящего потолка тоже, чтобы она со временем не провисла гипсокартон или не выпала вообще, не вырвалась Поэтому сейчас будут поперечины здесь, здесь, ну то есть во всех местах по периметру, там где будет еще тяжесть Что вам точно будет интересно, это то, что парящие элементы, которые будут фиксироваться к потолку, они будут выполнены методом фрезерования гипсокартона Друзья, для этого я специально подготовился Я приобрел вот такую вот фрезу Это фреза 90 градусов И она нам нужна как раз будет в следующей работе Для того, чтобы фрезеровать гипсокартон Также взял себе фрезер комбинированный ДКР-950 Очень удобная штука, хорошая мощность, хорошая оборотистость Вы его тоже увидите в работе в следующей серии Комбинированный, удобный, компактный Вот такой вот фрезер Еще раз покажу, модель ДКР-950 Так, ну а сейчас я фиксирую металл и прикрепляем лист Сегодня будет лист, я вас уверяю Я прям сам хочу увидеть лист на потолке Может быть два, посмотрим Здесь будет остров, прикольный остров С интересными светильниками Не говори гоп, пока не перепрыгнешь Поэтому, наверное, я не буду анонсировать все свои хотелки Походу вы их все увидите Поэтому смотрим, подписываемся Ставим ваши лайки И после видео жду вас всех в комментариях, чтобы пообщаться Мы движемся дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Так, поставил перемычки И теперь смотрите, у нас лист, пол листа Лист, лист, пол листа, пол листа И вот они таким образом получаются в шахматном порядке И будут располагаться В общем, друзья, фиксируем наш первый лист На этом потолке Сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Парни, девчонки И все, кто участвует в строительстве своих загородных домов В общем, прикрепили лист Вы часто видели, мы с Женей это делали вдвоем Но это адская работа Я, да все видно Вон, за один лист Второй я уже крутить сейчас не хочу Точно решено Сейчас В ближайшие свободные деньки Я делаю систему подъема Для листов Ну, вот эту трещотку Которую будет поднимать И уже спокойно крутишь Потому что сейчас Я половину саморезов от волнения Прорвал бумагу Это категорически запрещено И еще, знаете, какой момент Напишите в комментах парней И девчонки Все Я использовал профиль самый толстый Специально, типа покрепче Он 0,5 толщиной Саморезы 32 на 25 идут По металлу Короче, они вообще крутятся очень тяжело Смотрите, сколько я какую дорожку прокрутил Кстати, эти забыл прокрутить Видели же, я оставил поперечины Сейчас прокручу попозже Насчет потолка, что он опустился Мне кажется, это не сильно уж страшно Женя тоже говорит Нормально все Смотрится это совсем даже неплохо Ну, там, правда, он еще, конечно, опустится За счет того, что мы здесь будем делать Двухуровневый потолок Ну, в общем, нормально Первый опыт, нормально Но сначала я сейчас сделаю систему подъема листов Так будет проще Потому что это тяжело Женьке тяжело Мне-то тяжело, я ей представляю Ладно, парни, все Давайте, до скорых встреч Увидимся с вами Ну, как сейчас Женя закончит комнату Так я вам ее покажу Все, пока-пока Пока